6 июня мы будем праздновать 215 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. «Пушкин – наше все», – сказал Жуковский, был совершенно прав. Это действительно классик. Его гений поэтический освещает нам путь искусств до сих пор, конечно, прежде всего литературы, но он был не только замечательный, гениальный поэт, но и любимец Мус. Ему были не чужды художественные таланты, о чем мы с вами это увидим. Он посещал выставки, был знаком с многими мастерами резца и кисти. И вот сегодня мы поговорим об этих художниках и о тех красавицах, в которые воплотили эти мастера. Пожалуйста, следующий. Ну, прежде всего, конечно же, дней Александровых – прекрасное начало. Это действительно новая эпоха. После убийства тирана, узурпатора Павла I на престол восходит его сын Александр I. И рядом с ним его замечательная супруга Елизавета Алексеевна, одна из признанных красавиц своего времени. Пожалуйста, следующий. Она приехала в Россию в 1792 году. Принцесса Баденская. Ей было тогда 14 лет. Ее выбрала царственная бабушка Александра, сама Екатерина Великая. И она не случайно остановила свой взор на этой, в общем-то, девочке еще. Не только потому, что она была необыкновенно хороша. Блондинка с голубыми глазами, стройная, легкая, прелестная. Но она была не по годам умна, образована и умела держать язык за зубами. Была очень сдержанная, как многие немецкие принцессы, но это внешняя была холодность, потому что внутренний мир, ее тонкая поэтическая душа и философская раскрывается в огромных наследиях ее эпистолярном. Сохранилось большое количество ее писем, которые она писала на родину, своей матери. Иконография Елизаветы Алексеевны одна из самых обширных. Более 250 видов портретов сохранилась. Вот здесь перед вами я хотела бы вам показать портрет работы французской художницы Элизабет Вежели Брен, которая приехала в Россию в 1795 году и была потрясена красотой юной Елизаветы и Александра. Она так сказала, боже мой, это психея, амур и психея. Так она назвала эту пару. И этот портрет написан ей в 1797 году. Портрет, который сохранился в трех экземплярах. Один находится в Эрмитаже, другой был послан в подарок матери Амалии, принцессе Баденской. И есть еще один портрет в Дрездене. Он хранился. Вот я скоро должна лететь на выставку Вежели Брен, которая открывается в Монреале, в Канаде. Только что была эта выставка в Париже, посвященная необыкновенной этой художнице. И вот портреты Елизаветы Алексеевны там будут обязательно присутствовать. Ну и вы обратите внимание на строчки Пушкина. Елизавету втайне пел. Я пел на троне добродетель, с ее приветную красой. Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой. Вот специально я фрагмент попросила сделать, чтобы вы еще раз убедились в этой классической, потрясающей такой красоте. Следующий, пожалуйста. Еще один и тоже французский мастер пишет. Жан Манье, также работавший в России в 1802 году, он пишет этот портрет, хранящийся у нас в Третьяковской галерее, Елизавета у зеркала. И здесь она уподоблена действительно античной богине, психее, возможно. На ней вот это характерное для начала века ампирное платье под грудью, которое под грудью таким поясом с античной камеей, украшенной. Такая же камея у нее на голове украшение. И в зеркале ее тонкий профиль отражается тоже вот уподобленной богине. Замечательный букет, там об этом можно целую статью написать, какие там цветы. Но среди царственных цветов, помните, если кто был на прошлой лекции, мы разбирали букет Елизаветы Петровны. То здесь, конечно, и царственные розы присутствуют, но есть и скромные анютины глазки. Такие же, в общем, неброские, но удивительно милые цветы, которые любила Елизавета Алексеевна. Пожалуйста, следующий. А вот страницы рукописи поэта, которые испещрены многочисленными рисунками. И здесь мы видим этот замечательный художественный дар, которым владел Пушкин. Кстати, на одном из листов сохранился профиль, головка Елизаветы Алексеевны. Надо вам сказать, что действительно Елизавета Алексеевна была музой Пушкина. Она присутствовала 19 октября 1811 года на дне открытия лицея. И тогда Пушкин впервые увидел патронессу. Вообще-то она на 20 лет была его старше. Она родилась в 1779 году, а Пушкин в 1799. Но тем не менее, несмотря на эту разницу в возрасте, Пушкин увлекся по-настоящему Елизаветой Алексеевной. Стремился увидеть ее в царско-сельском парке. Ведь известно, что летом царская семья там отдыхала. И вот, конечно же, Елизавету Алексеевну он не внес в свой донжеванский список, который перед вами находится, это в альбоме Екатерины Ушаковой. Он написал свой список 37 имен. Но надо вам сказать, что в одном из писем он писал, что Наталья Гончарова – это его 113-я любовь. Так что здесь ее еще нет, но Пушкин был такой любвеобильный. Но еще раз говорю, что Елизавета Алексеевна – это была тайная любовь, прошедшая через всю жизнь поэта. А здесь, посмотрите, кстати, Пушкин в образе монаха, искушаемого бесом. И подпись «Не искушай, не искусай, меня без нужды». Вот автопортрет в альбоме Ушаковой. Пожалуйста, следующий. Я несколько подобрала таких сравнений, портретов. То, что сделал сам Пушкин, и портреты его любимых женщин. Их, конечно, гораздо меньше. Не все они из донжеванского списка. Первая любовь поэта – это сестра его лицейского друга, тоже Екатерина, Бакунина. И вот вы видите, какой тонкий изящный профиль создает Пушкин. А это ее автопортрет. Автопортрет Бакунина – чрезвычайно редкое для эпохи произведение. Автопортрет художницы-дилетантки. Не профессиональные, конечно, мастерицы, но дилетантки. И надо вам сказать, что вообще профессиональные художницы в России появляются, вот в отличие от той же Вежели Брэн в XVIII веке во Франции, а в России только в середине XIX века. Софья Сухова-Кобылина, сестра знаменитого драматурга, была первой профессиональной художницей. А про Бакунину, между прочим, интересно, общество поощрения художников дало ей стипендию. И Александр Андреевич Иванов, автор знаменитой картины «Явление Христа народу», пишет отцу. Вот что делают. Какой-то бабе дали деньги в тот момент, когда я нуждаюсь, когда я пишу величайшее произведение. То есть вот такое отношение, надо вам сказать, если уж честно, то справедливое, потому что имя Бакуниной художницы знает только узкая часть специалистов. А имя Александра Андреевича, конечно, несравнимо вошло в историю искусства. Пожалуйста, следующее. Вот перед вами Наталья Кочубей. Это актриса Царскосельского театра, также одна из любовей Пушкина. И здесь мы видим с вами замечательный графический с применением акварели портрет работы Ареста Кипренского. Очень живой, динамичный поворот, быстрый карандаш. И вот это применение белил и голубого, который перекликается с цветом глаз, очень деликатный, очень продуманный. Пожалуйста, следующий. И перед вами портрет Олениной. Анна Оленина, тоже работа Ареста Кипренского. Оленина дочка президента Академии художеств, который сватался даже Пушкин, но ему ее не отдали. Считали, что не очень достойная партия. Пожалуйста, следующий. Ну, конечно же, Кипренский, я просто напоминаю, создатель знаменитого портрета Пушкина, который хранится у нас в Третьяковской галереи. Он написан в 1828 году. Пушкин только что вернулся из ссылки Михайловская. И в Петербурге, в доме Шереметьевых, Кипренский пишет его портрет. Он передает характерные черты араба Петра Великого. И смуглую кожу, и кудрявые волосы, и такой характерной формы нос. Но вместе с тем он не застряет внимание на чисто внешних, таких этнических особенностях поэта. Это прежде всего портрет-памятник Великому Пушкину. Не случайно рядом вы видите изображение музы. И, конечно же, мы все знаем знаменитые строки. Себя как в зеркале я вижу. Но это зеркало мне льстит. Портрет был куплен в Третьяковскую галерею в начале XX века, в 1909 году из семьи Пушкина. Потому что долгое время, конечно, портрет находился в доме на Мойке, в знаменитом сейчас музее Пушкина. Несколько работ Кипренского, красавец того времени. Перед вами Евдокия Ростопчина. В 1709 год эта работа также хранится у нас в Третьяковской галереи. Ростопчина, супруга генерал-губернатора Москвы, который оборонял Москву от нашествия Наполеона. И в этом портрете уже проявляется новая стилистика, эпоха романтизма. Помните, в прошлой лекции, если вы не были на лекции, вы представляете портрет работы Боровиковского, портрет Лопухиной, эпоха сентиментализма. Там появляется и пейзаж, и дополнительные другие средства, важные художнику. Здесь у Кипренского только свет, светотеневая, только цвет, выразительные средства для передачи внутреннего облика этой женщины. Посмотрите, как она сидит прямо, как немножко поднят вверх подбородок. И особенно главное, конечно, глаза, зеркало души, которое очень важно для передачи внутреннего напряженного состояния образа. Пожалуйста, следующий. Еще один из прекрасных портретов, портрет Авдулиной, он хранится в Русском музее. Можно сказать, что это русская монолиза, не случайно перекличка с классическими образцами. Вот поза и, главное, жест рук. И здесь тоже, наверное, не случайно появляется вот этот цветок нарцисс. И вот благородное сочетание черного, оливково-коричневого и светлого, вот эти кружева и, главное, жемчуг на шее, это все создает вот тут элемент высокого благородства образа аристократки. Но рядом вот я бы хотела, специально показала вам этот портрет. Портрет еще одной актрисы, балерины Телишевой, тоже Екатерины Телишева, хранящейся у нас в Третьяковской галерее. Она в роли. И надо вам сказать, что Пушкин ведь очень любил и театр, и балет, посвятил Евгению Онегину, вы знаете, эти знаменитые строки. И, конечно же, он бывал на спектаклях Телишевой, преклонялся перед ее замечательным мастерством. Так что Кипренский запечатлел не только аристократических красавиц, но, может быть, здесь вот она не обладает такими правильными чертами лица, как, скажем, Елизавета Алексеевна, но определенная прелесть вот этой красавицы по роли, скажем, она передана художникам великолепно. Еще одна любовь Пушкина – это Екатерина Андреевна Карамзина, супруга нашего историографа замечательного, Николая Карамзина, юбилей которого мы тоже празднуем сейчас повсеместно, по стране проходят и выставки, и конференции, и так далее. И надо вам сказать, что, как писал сам Пушкин, я волочился за Карамзиной, но потом, так сказать, все-таки оставил, так сказать, эти свои домогательства, и они потом, в общем-то, подружились. Здесь вы видите и ее портрет, и также работу французского художника. Это миниатюра Беннара, где он представляет Карамзину вот уже в новом наряде. Немножко меняется мода в десятые годы, и потом вот эта аля антикампирная, она уходит. Мы сейчас с вами еще, пожалуйста, следующее. Я вам потом покажу платье 20-30-х годов. А здесь перед вами знаменитая Анна Керн, который посвятил Пушкин, я помню, чудное мгновение. Посмотрите, какая прелестная головка, конечно, что сделал сам Пушкин. А это портрет практически такого дилетанта-художника, Арефьева Багаева, уже более поздний, конечно. Но передающий нам важен был облик Анны Керн. Пожалуйста, следующий. Елизавета Ксавьеревна Воронцова, племянница самого Потемкина-Таврического, блистательная, великолепная аристократка. Здесь мы видим ее портрет одного из гениев акварельного рисунка Петра Соколова, в которую также был влюблен Пушкин. И в данном случае я тоже хотела обратить внимание, какая появляется мода, вот эти знаменитые большие рукава, такие вот буфы. Вот я специально подобрала несколько страничек из женских журналов и сделала такой фрагмент платья пушкинской поры. Пожалуйста, следующее. Ну и, конечно же, Наталья Николаевна Гончарова. Пушкин познакомился с ней в 1929 году. Здесь мы видим ее портрет уже более поздний, после смерти Пушкина в 1844 год. Вальдомар Гау, еще один замечательный мастер акварельного портрета своей эпохи. А вот этот портрет, конечно, дивный профиль, который создал сам художник. Ну и следующее, пожалуйста. Знаменитый портрет, который был написан Точно он не датирован. Александр Павлович Брюлов, брат Карла Павловича, знаменитого великого Карла, создал эту работу и посвятил, конечно, но, может быть, не совсем, это не иллюстрация, но часто это стихотворение воспроизводят. Исполнилось мое желание, «Творец тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». И действительно, как удается мастеру передать вот эту неотразимую классическую красоту Натальи Николаевны, которая поражала современников и поразила самого Александра Сергеевича, как гармонично расположение фигуры по отношению к фону, как здесь все, действительно, все гармония, как чудесная эта головка, замечательные красивые плечи, тонкая талия, и рука, которая, правда, не выписана, но вы сразу видите какая-то изящная тонкая ручка аристократки. Пожалуйста, следующий. И вот я хотела вам показать работы Александра Брюлова, который вообще-то был архитектором, но тем не менее вошел в историю искусства и как замечательный акварелист. Вот он, когда, будучи вместе с Карлом Паучем в Италии, пользовался большим успехом, ему заказывали многочисленные приехавшие в Италию и особенно в Неаполь аристократические семейства портреты. Ну и вы здесь видите портреты Голицыной. Правда, вы знаете, когда я делала эту презентацию, помогала мне ее делать моя аспирантка, которая сейчас на днях защищает диссертацию по Александру Брюлову. Мы с ней выбирали этих красавиц. И она мне говорит, ну, Людмила Алексеевна, ну что же, они все остались старыми девами. Я говорю, ну это же не... вы их показываете, это же все старые девы. Я говорю, ну это... чтобы я вам рассказала это, я сама этого не знала. Но в данном случае, я говорю, не это, наверное, главное. Еще я хотела бы обратить ваше внимание, конечно, что он мастер пейзажей, там Везуви, вы видите, обязательная достопримечательность портрета Неаполитанского. Ну и, конечно, собачки, которые очень удаются художнику. Кстати, мастером животных был и его брат Карл Павлович Брюлов. Пожалуйста. Перед вами знаменитая всадница Брюлова, украшающая залы Третьяковской галереи. Картина, которую купил сам Третьяков. В Италии распродавалась коллекция графини Юлии Павловны Самойловой, друга Карла Павловича Брюлова. И агенты, так сказать, донесли эту весть для Третьякова. И хотя он в то время еще увлекался художниками-передвижниками, но такой роскошный портрет для галереи он купил. И здесь представлена Джованнино Пачини, дочка знаменитого тогда итальянского композитора, который, кстати, написал оперу «Последний день Помпеи». И вот мы видим портрет-прогулка, портрет-картина, когда прямо на зрителя скачет эта очаровательная всадница, и она останавливает ручкой вздыбленного коня, и как прекрасна она, как, опять-таки, вот часто говорили, что такого в жизни не бывает, что слишком вот та вся гармония, да, она должна быть более, ну, другое у нее состояние, да. Но тот же Пушкин писал «Служенье мус не терпит суеты, прекрасное должно быть величавым». Вот такая величественная. У нас есть, да, вот покажите нам деталь, она действительно очаровательная, поэтому не случайно ее двоюродная сестра Мациллия с каким восхищением смотрит она на старшую сестру. И Брюлов действительно показывает красоту, ну, не только девушки и этой маленькой девочке, красоту мира во всех проявлениях. Блестяще написан конь, собачки, одна из которых, кстати, на ошейнике Самойлова написано, что собачка, принадлежавшая Самойловой. Пожалуйста, следующее. Вообще, очень много связано было с Юлией Павловной у художника. И вот перед вами знаменитый портрет Юлии Павловны, который хранится в Хиллвуд-музее под Вашингтоном. И здесь, опять-таки, мы видим ту же Джованину Пачини, вот ее воспитанница, ну, а там служанка, арабка или негритянка. Бриллову всегда удается передать великолепно, опять-таки, посмотрите, одежду, шелк, кружево, вот ее знаменитая диадема, которая, как вспоминают современники, стоила целого поселения. Вот у нее были такие бриллианты и драгоценности в этой диадеме. Пожалуйста, следующее. А вот она, ну, уже 10 лет спустя, графиня Юлии Павловны возвращающаяся с бала. Здесь Амациллия, ее другая воспитанница. И это роскошный парадный портрет, костюмированный, который украшает вот залы русского музея. И здесь великолепное красочное сочетание и тут и золотое, и красное, и, как передает художник, мех, опять же, кружево. Великолепно. Пожалуйста. Еще одна красавица из царской семьи появляется. Это великая княгиня Елена Павловна, супруга брата Николая Михаила Павловича, владелица Михайловского замка, дворца, вернее, там, где сейчас находится государственный русский музей. И так же вы видите, вот она на прогулке, спускается по ступенькам в парк со своей старшей дочерью Марией. И художник, опять-таки, великолепно передает вот в этом парадном изображении и грацию, и стать этой дамы, тоже немецкой принцессы, но удивительной не только своей красотой, но и, опять же, она славилась и благотворительностью, и меценатством. И была, в общем, одна из покровительниц художников пушкинской поры. Они отличали ее и неслучайно заказывала она портреты лучшим живописцам. И благодаря ей возникали многие произведения по ее заказам. Пожалуйста. И вот еще одна действительно интереснейшая судьба и необыкновенная женщина Аврора Карловна Демидова, урожденная Шернваль, которое само имя Аврора, она ассоциируется с зарей утренней. Но судьба ее такова. Несмотря на красоту, женщина, которая приносила несчастье. И кто к ней не сватался, практически долго не жил. Даже был один из женихов, который умер буквально завтра свадьба, он умирает накануне. И как бы такое табу вокруг нее невольно получилось, хотя она Фрейлина, Александра Федоровна, необыкновенная красавица, воспетая и поэтами. И в честь нее была там мазурка сочинена и так далее. Но вот этот портрет благодаря сватовству Александры Федоровны ее все-таки выдали замуж за богатого жениха Павла Демидова. но опять-таки бракосочетание уже было. Он сидел в кресле, не мог стоять и буквально через полтора там два года умер. Потом на ней женится Карамзин, сын, который идет на Крымскую войну и там погибает. И Аврора, которая дожила до 90 с лишним лет, пережила и своего единственного сына Павла и невесток. И в общем, вот она похоронена в Хельсинки, поскольку тоже она происходила из шведской семьи, но ее отец был на финской службе и так далее. Но она тоже связана с благотворительностью. Вот когда она Демидова только вышла замуж за Демидова, в Нижнем Тагеле у нее всякие были Демидовские авроринские приюты, но она множество денег на благотворительность тратила и так далее. Этот портрет Карл Павлович написал в 1836 году, но с ним у меня связана отдельная история, просто эта история достойна отдельной лекции. Как появился этот портрет на аукционе Сотбис, долго не знали о его существовании, как я ездила в Лондон и хотела купить его для Третьяковской галереи, но перехватила Галина Павловна Вишневская и долгое время хранился этот портрет у нее в коллекции. После смерти Ростроповича они решили ее продать. Меня опять вызывали уже 2007 год для оценки коллекции и хотели сделать аукцион, но наш известный меценат купил всю коллекцию и передал ее в Константиновский дворец. Так что теперь можно эту работу увидеть. Я ее, конечно, видела, ездила, специально посмотрела. Пожалуйста. Чтобы опять-таки немножко разбавить не только аристократки, но и те самые русские красавицы, о которых мы говорили в прошлый раз, представление о русской красавице как о девушке с косой непременно. И здесь перед вами гадающая Светлана, также работа Брюлова. Опять-таки вот этот интересный переход, когда если Елизавета Алексеевна не смотрится в зеркало, то здесь наоборот Светлану она гадает, раз в Рождестве как там Крещенский вечерок девушки гадали, Крещенский вечерок. И вот она смотрит, чтобы не себя увидеть, а суженного, который должен как бы ей явиться. Пожалуйста, следующий. И вот тут я хотела бы как раз сделать такой переход от Брюлова, который, тем не менее, как называли его, пленник красоты был художник. Не буду комментировать, это понятно. То художник истинно такой, который видел красоту, ничего не изображать иначе, как в натуре, что является. Повиноваться только ей одной. Так писал художник Алексей Венециадов. И он создает образы русских крестьянок совершенно иные. Вот перед вами крестьянка с васильками. Конечно, не красавица, но опять-таки художник открывает красоту в самом обычном. Посмотрите, вот ее милый в общем такой взгляд. Обязательно вот эта чистая рубаха, подчеркиваю, вот ее в общем бледное довольно-таки лицо, скажем так. Но натруженные руки выдают ее работнице. Надо вам сказать, что мы когда делали рентген, то сначала он закрыл руки цветами, но потом все-таки переписал, потому что руки в данном случае очень важны для передачи образа. Пожалуйста, следующее. А вот его дочка Александра Алексеевна Венецианова, портрет которой с такой любовью и трепетом передал художник. Портрет пишется для памяти близких людей, любящих его. В этом своеобразной, вот в этой цитате своеобразная ну как бы такое кредо художника. Пожалуйста, следующий. Обе это две его дочери. Вот Александра Алексеевна, она с палитрой в руках, которая стала художницей, и ее сестра Фелициата. Не законченная, к сожалению, работа, но для художника, для Венецианова очень важно передать было на переднем плане, конечно же, его преемница, которую он учил по мастерству Александра. Посмотрите, как она смотрит на зрителя очень внимательно, проникновенно, умеющая подмечать важные черты то, что положено для художницы. Пожалуйста, следующий. И вот этот милый образ, созданный Венециановым, просто девушка в платке, но мне бы как раз хотелось предпослать этому образу строчки Пушкина. Не для красавицы аристократки, а именно для такой девушки мне кажется и написаны строки. Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг, в ее сиянье исчезает. Вот этими строчками я бы хотела завершить нашу небольшую лекцию. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ